Всем привет! Я хочу чуть-чуть процитировать один имейл и рассказать про Канберу. Для агентов был прислан имейл от директора иммиграции Канбера. Очень интересный имейл, который говорит о том, что аллокация мест, то есть количество мест, доступных к Канбере, было увеличено до 4050 мест. Это много! И следующее предложение. Это означает, что нам нужно увеличить наши усилия в следующие 6 месяцев. Чтобы заполнить эти существенно увеличенные места. Класс! Я не думал, что я буду такое читать, но я реально это читаю. То есть им, не иммигрантам, а им надо удоволить свои усилия, чтобы набрать это количество людей. Дальше что они пишут? Количество 190 виз увеличилось, то есть постоянных. Если раньше у нас было больше 491, пишут они временный, то сейчас 491, 190 где-то 50 на 50. Но они также призывают агентов объяснять, что офшорным аппликантам будут все-таки чаще давать 491, чем 190. И говорят о том, что проходной балл приглашения в Канбера матрицы упадет до 70 баллов, а может быть потом еще ниже. В зависимости от количества заявок поданных, в зависимости от профессии. Класс! Это класс! И я вот на фоне Канберы так себе подумал, а если Канбере уже дали финальное количество месяцев в этом году, может всем остальным дали? И пошел смотреть состав программы по состоянию на сейчас. Я так понимаю, что его обновили в сторону серьезного увеличения. Значит, последняя аллокация. Канбера 4050 мест и 50 на 50. 225-190, 225-491. Новый Южный Уэльс. 9-108-190, 6-168-491. Очень много 190-х в Новом Южном Уэльсе. И мое предыдущее видео я записал о том, что там убрали проходной балл, который был на страшном уровне в 95 баллов. Северная территория. О, это юмор. У них сейчас всего 2000 мест. Для северной территории это очень много. Северная территория, это штат, где всего 240 тысяч человек проживает. Хотя, размер как 3 Украины. По площади земли. А проживает 240 тысяч человек, по-моему, или 280. Значит, из этих 2000 мест. 600. Северная территория. 1400. Прошу прощения. 600-190 виза. 1400-191 виза. То есть, в северной территории больше 491 виз. Я не хочу злорадствовать, но мне кажется, это потому, что в северной территории жить тяжело. И поэтому не хотят им 190 визы сразу постоянные давать, потому что уедут они оттуда. Там просто крокодилов много. Так, и не только. Жарко очень. Квинзланд. 3190-2491. Неплохо. Очень неплохо. В прошлом году у Квинзланд была меньшая локация. Мест. Южная Австралия. Не только потому, что это мой штат, но потому, что это, в принципе, штат-победитель по его населению. 1,6 миллиона человек. И количество иммиграций, которые дают на эти 1,6. Смотрите. 2,7190-5,300-491. Да, у нас тоже любят давать 491, как северная территория. Но мы гораздо лучше, чем северная территория по климату. И по работе тоже. Но у нас много-много-много 491. Тоже офшорным аппликантам чаще всего дают именно 491 визы, не 190. Но я о другом. Я о том, что 2,7190 плюс 5,300-491 это колоссальная сумма в 8 тысяч мест. В прошлом году мы, по-моему, закончили или на 5,200 или 5,800 год. В 8 тысяч мест. Если честно, мы уже это чувствуем. Но мы также чувствуем, что, как и у Камберы, у Южной Австралии еще будет задача набрать, еще выполнить этот план. Мы же не можем брать всех подряд. Нам же надо еще взять таких, как надо, которые соответствуют всему. Поэтому это громадео, это очень большая квота. Тасмания, 2,190-2,250-4,91. Виктория. Виктория очень активно раздавала в этом году визы. 11,590-3,400-4,91. Это очень много. Но я продолжаю говорить, что Виктория, так как и Новый Южный Уэльс, это очень конкурентный штат. Это очень конкурентный штат. То, что там много мест, это не значит, что они пригласят именно вас. Они будут приглашать самых конкурентных заявителей. Там в заявке даже надо писать, сколько вы зарабатываете. Там и баллы будут иметь значение, и ваш доход будет иметь значение, и доход должен быть только квалифицированной профессией, и так далее, и так далее. Западная Австралия. 5,350-1,190-2,790-4,91. Но Западная Австралия, это третий конкурентный штат. После самой сложной Сидней, потом Мельборд, потом Западная Австралия. Тут надо иметь баллы, чтобы быть приглашенным. Даже инженеры, хардкорная такая профессия, как инженерная, которая нужна в Западной Австралии, будет проходить с 80-85 баллами, не меньше. В среднем. Вот короткий, такое короткое резюме по штатам. Я вообще начинал с Канберы, а потом заинтересовался всеми остальными и посмотрел все остальные. Сейчас все будут наполнять. Конечно, слушайте, нужно понимать, что Канбера, это не самый популярный штат, но откровенно. Там холодно, и столица очень скучная. Она очень-очень скучная. Конечно, у Квинзленда не будет проблем. У Квинзленда и Сидне, Нового Южного Эльза не будет проблем заполнить квоту. Конечно, не будет. Но, тем не менее, то, что вот такие штаты Канкандера говорят, что проходной упадет, это тоже исторически интересно, потому что раньше ничего там никуда не падало. Поэтому наблюдаем, этот и следующие финансовые года, это большие-большущие года для иммиграции. Интересные со всех сторон. До связи.